Казахстан на 9 месте по территории в мире и на 205 по плотности населения. И вот каждый год, каждый километр нашей дороги это колоссальные деньги, которые необходимы для дорожного ремонта. Поэтому удорожание платных дорог отечественные аналитики назвали мерой неприятной, непопулярной, но оправданной. Как заявил недавно глава Минтранспорта Карабаев, ежегодно на содержание казахстанских дорог требуется до 60 миллиардов тенге. Ну что ж, почему в Казахстане 10 лет тариф не менялся? Сегодня это стал вопрос особенно актуальным. И что еще ожидает казахстанских пользователей платных дорог? Сегодня обсудим в нашей студии с гостями. Искандиров Мукаш, депутат Мажелиса парламента, также член комитета экономической реформы и региональному развитию. Урумбаев Адильбек, директор по госрегулированию ОЮЛ, союз предприятий автоотрасли Казахстана, Казавтопром. Смогулов Талгат Назембекович, директор филиала дирекции платных автодорог, акционерного общества нас компании Казавтожол. И по видеосвязи со студией свяжутся, я так надеюсь, Мусилов Азамат, эксперт по реконструкции строительства и содержанию дорог из Западно-Казахстанской области. И вот сейчас я вижу на экране Арсен Шаков, президент Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» из Алматы. И вот с вами будем обслеживать эту тему. Добрый день. Ну, в целом, в начале давайте вот буквально такой маленький экскурс. Сколько у нас на сегодняшний день в Казахстане вообще автодорог протяженностью сколько километров? Добрый вечер. Спасибо большое. Ну, у нас на сегодняшний день общая протяженность автомобильных дорог местного республиканского значения составляет 97 тысяч километров. Из них, значит, у нас местная сеть составляет 71 тысяч, и республиканская сеть порядка 25 тысяч километров дорог. Это и платные, и бесплатные, и все. Да, и в общем, республиканского значения. А вот давайте теперь, что касается платных автодорог. Вот в Казахстане на сегодняшний день действует, попрошу вывести графику на экран, действует 11 таких дорог. За проезд по ним взимается плата. Стоимость проезда для владельцев легковых автомобилей, сейчас вот вы видите как раз на экране, в этом году 10-летний юбилей со дня открытия первого в стране платного автобана. Это дорожный участок Астана-Щучинск. Уже пятый год работают платные трассы Астана-Тимиртау, Алматы-Кунаев, Алматы-Харгос. И скоро два года платным дорогам по семи участкам магистрали Кунаев-Талды-Курган, Астана-Павладар, Тарас-Хайнар, Шимкент-Казларда, Шимкент-Тарас, Шимкент-Даграниц-Узбекистана и Щучинск-Кокшетал. Вот в принципе как раз 10 лет тариф неизменный для водителя. 10 лет они оплачивают один и тот же тариф за проезд на своем автомобиле. А почему сейчас в Министерстве транспорта решили увеличить оплату? И на сколько сразу? Да, правильно вы сказали. Значит, первая у нас автомобильная дорога, первый платный участок это у нас Астана-Щучинск. Был введен в 2013 году, это 10 лет назад. И с тех пор у нас тариф не менялся. Для легкового транспорта, значит, у нас тариф действовал на Астана-Щучинск именно 200 километров, 200 тенге. И грузовой транспорт у нас тарифы были от 5 до 25 тенге. Ну, вы как все прекрасно понимаете, у нас месячный расчетный показатель, если брать статистику, с 2013 года по 2023 год в два раза вырос. Сегодня это 3,5 тысячи тенге почти. Да, на тот момент, в 2013 году, это было 1710, по-моему, если я не ошибаюсь. Плюс у нас, значит, месячный расчетный показатель вырос в 3,75 раза. Значит, дизельное топливо, ГСМ, у нас выросло почти в 4 раза. Ну, вот такие факторы у нас есть, поэтому, как бы, все прекрасно же знают, у нас собранные средства, они целевые, направляются именно, в первую очередь, это на содержание самих этих платных участков. И в дальнейшем, значит, на содержание системы, мы называем так, программно-аппаратного комплекса ПАК, вот, это модернизация, содержание, усовершенствование и так далее. Вот, и вот, получается, в текущем году мы, в октябре месяце было принято решение, значит, по, значит, повышению тарифов на 20% с первого, с третьего. То есть, в основном, удорожание дизельного топлива растет. То есть, я правильно понимаю, ежегодно МРП будет увеличиваться, соответственно, оплата за проезд будет расти так же вместе с этим. Да, в текущем году мы именно тарифы привязали к МРП. С ростом МРП ежегодно, там, с учетом этой инфляции, да, там, ежегодно будет на, именно на этот процент будет увеличиваться стоимость. Это главная причина того, что будет тариф увеличиваться? Нет, это в первую очередь, вот, нам сейчас, на сегодняшний день, мы на содержание этих платных участков с бюджета не берем ни копейки. То есть, бюджет не тратят. Мы, тем самым, снижаем нагрузку на бюджет. То есть, на самоокупаемость вы можете выйти, чтобы облегчить, вообще республиканский бюджет не использовался ранее? Вообще не использовался с 2013 года. Все платные дороги, они на самоокупаемости. Поэтому с бюджета мы ни копейки не тратим на содержание этих участков. Полностью все средства собраны с платных участков, они направляются именно на содержание, на приобретение техники. Вы знаете, да, немалое количество техники задействовано на содержание этих участков. Поэтому там же и, понятное дело, приобретение горюче-смазочных материалов, заработная плата людей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мы это будем как раз и обсуждать. Ну, я хочу добавить все-таки коллеги, которые сегодня участвуют. Все-таки 3-2 тысячи километров сегодня у нас платных дорог в Казахстане. Из 96 тысяч, если смотреть, это... 97 тысяч, да? Если смотреть, это получается там 3%, да, всего. То есть, если вот из всего объема, конечно, мало. Но в основном это как бы самые, так сказать, используемые трассы, которые сегодня у нас в Казахстане есть. То есть, это проходимость какая-то международная, да? Ну, если взять самые, так сказать, большие, так сказать, загруженные дороги. И это на юге, и вот вокруг Астаны. То есть, конечно, на сегодняшний день это как бы вынужденная мера, да? Вы сами вначале сказали, что имея огромную территорию, имея огромные, большие, длинные дороги, конечно, необходимо. Вот сейчас, если верить цифрам как бы министра транспорта Карабаева, он говорит, что тратим мы 60 миллиардов, условно говоря, на содержание этих дорог, да? Если вот смотреть по деньгам, сколько платные дороги принесли? В прошлом году принесли, в 2022 год, 25 миллиардов. В этом году, я вот сейчас, коллега, разговаривал, примерно ориентировочно 30 миллиардов они собирают денег, деньги. В следующем году плану примерно есть уже 35 миллиардов деньги собрать. И теперь давайте посмотрим, куда эти деньги тратятся, да? Наверное же, основная миссия этих денег, это же дороги должны быть качественные, образцовые, да? Вот если взять прошлый год, 25 миллиардов деньги они собрали. И вот на содержание дорог используются всего 7,5 миллиардов деньги. То есть из 25. То есть теперь на содержание всех этих вот контролирующих этих 5,2 миллиарда сопоставимо, да? То есть почти столько же денег тратится как бы на содержание дорог. И они говорят, что 6,5 миллиарда техники купили технику и оборудование. И что? То есть, опять же, непонятно, да? Хотелось бы все-таки, это же народные деньги, да? Наши населения же платят за проезд этих дорог. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки вот мой коллега отвечает за дирекцию взимания платных дорог, платы с дорог. Поэтому хотелось бы больше все-таки... Больше какой-то отчетности, больше прозрачности, да? И вот в этом году, вот сейчас вот через некоторое время год закончится, сразу же, наверное, надо отчитаться, да? То есть, чтобы... Мы праве сегодня требовать уже качества этих дорог. Да? Мы же платные дороги, мы же всегда же подразумеваем это качество. То есть это комфорт. То есть там же не только дороги должны соответствовать, даже придорожный сервис должен быть. То есть на сегодняшний день, к сожалению, этого у нас нету. Поэтому у нас Казавтожол, он отвечает сегодня и за строительство дорог, и за содержание дорог. И за платные дороги отвечает, и все эти тендеры отвечают. Поэтому я думаю, что уже какой-то новый этап вообще должно быть. То есть, если вот так посмотреть на их планы, Министерство транспорта, то до 29-м году, а у нас уже не за горами, у нас должно быть 32 участка в стране, протяженность должна быть 11 тысяч километров. Как народный избранник, Букавилл Карнаевич, вы выезжаете в регионы, тем более вы специалист в этой сфере, автодороги, наше региональное развитие. Как-то регионально это тоже контрастирует вот сейчас? Я думаю, что мы, да. Где наши болевые места? На сегодняшний день самое главное уже, мы в контакте с Министерством транспорта, общаемся с руководством, со всеми делами. То есть на сегодняшний день, я говорю, пора уже требовать качество. Население требует, да, все понимают, что это вынужденная мера, без взимания платы за проезд, конечно, содержать эти дороги не очень сложно. У нас на связи Мусилов Азамат, эксперт как раз в вопросах строительства, реконструкции автодорог. Хотелось бы проверить связь. На связи ли вы? Можно ли проверить? Да, здравствуйте. Вы видите, пожалуйста, картинку. Да, вот здравствуйте. Вопрос-таки тоже, вот вы представляете западно-казахстанскую область, да, ну как в данный слой у нас сейчас в разрезе республиканских, мы говорим, дорог платных, в том числе деньги, которые будет пользователь платных дорог, оплачивать проезд с учетом того, что будет это повышаться тариф. В целом, какие пожелания? Вот это мы говорим сейчас, чтобы это была и самоокупаемость, но в то же время, чтобы и качество соответствовало. Мы платим, мы хотим и дороги качественные, безопасные. Я сейчас вот выслушал участвующих, и у меня, скажем так, не пожелания, а большие вопросы. Вопросы по чему? Вы очень прекрасно апеллировали цифрами, первое, второе. Вы забыли, то есть вы посчитали деньги, но вы забыли самое главное. Это безопасность и качественное обслуживание граждан, то есть вот людей, которые пользуются этими дорогами. Пусть они будут платные, либо бесплатные. На сегодня, по Казахстану, что бы вы ни говорили, там не гордились Астану-Штучинском, да? Вы мне скажите, пожалуйста, в непогоду сколько раз закрывается эта трасса? Вы говорите, что это первая трасса, которая 10 лет обслуживается, как говорится, платно, да? И что она самоокупаемая. Сколько раз? Я только по новостям вижу, мелькает очень часто эта трасса. Извините, если у вас окупаемость, если у вас вы закупаете технику, это все равно, что человек придет в кинотеатр, свет выключился, кино нету. И потом выйдет контролер и скажет, ну вы поймите, вот так случилось. И что, мы все должны, как говорится, выйти и молча уйти? Так же не пойдет. Если вы взимаете плату, будьте добры, тогда полностью от нуля до 10-бальной шкалы, сначала обеспечите всем, то есть это безопасность в первую очередь. Вторая, это обслуживание правоохранительных органов этих трасс. Третья, это обслуживание самим Казахтожелым, либо его подрядчиками. Всего, это протяженности дороги. Это и обочина, и дорога, и... Но это и местные исполнительные органы тоже должны какую-то часть на себя взять. Конечно, а у вас сегодня нет взаимосвязей, и даже элементарно... Ну вот говорят, что координация есть. Азамат, вопрос. Вот вы живете на западе нашей республики за эти 10 лет, пока у нас действует с момента запуска платных дороги, взимается оплата. Насколько у вас там много таких участков дорожных, где затяжное строительство, например, некачественное дорожное полотно и так далее, чтобы была самоокупаемость даже? Лаура, я, конечно... За кого, по-моему, нету платных дорог? Нету платных. Я не огорчу участвующих и, скажем так, всех казахстанцев. Почему? Потому что по Хабару мы видим одну церковь. Я вам сейчас просто реально скажу, что... Назовите свою, но только чтобы это было официально, да. Западно-казахстанские дороги, областные дороги, если говорить по качеству именно покрытия дорожного и сервисного обслуживания, это нуль. Полностью нуль. Нам говорят, что в ЗКО платных дорог нет, да? Вот хорошо, спасибо за матдобатство. Нет, в ЗКО платные дороги есть. Они в этом году включили этот отрез дороги до границы Самара. И, к сожалению, я вот буквально до эфира выслал видео. Мы могли бы тут показать в реальности, что терпят люди на этой классной дороге. А приезжали ли туда наши группы рабочие и так далее? Это тоже надо как-то вот координация. Хорошо, мы вас услышали. Смотрите, вот как раз-таки представители регионов, да? Да, я с Азаматом сам лично знаком. Я как бы ездил в командировку тоже. Ну вот люди жалуются на дороги местные. Мы не раз встречались. В принципе, Азамат знает меня тоже хорошо. Большое строительство идет у нас по Западно-Казахстанской области. В целом, если будем говорить, это 245 километров. Это в трех районах. Букиординский, Женебекский, Косталовский районы. 245 километров бездорожья. Эти участки мы приняли с местной сети, с областного значения дороги. были переведены в республиканскую сеть. И на сегодняшний день у нас практически уже 80-90% работы завершены. В твердом покрытии мы делаем, значит, полностью весь пирог, начиная с основания, два слоя покрытия, как положено. Это выход на Россию, Волгоградскую область, в Паласовский район. Эти участки я прекрасно хорошо знаю. Кроме того, в октябре мы включили два участка платных. То, что Азамат говорит, это мы прекрасно погоду знаем, да? Мы закрываем, в этом году мы закрываем, если взять аналогичный период с прошлым годом в сравнении, да? Мы где-то в три раза меньше было закрытия дорог. Но закрываем мы дороги из-за чего? Не из-за того, что мы там их не чистим, или они там имеются какие-то переметы и так далее. В целях безопасности это согласовано с тремя службами. Это МЧС, МВД и, соответственно, дорожные службы. Мы закрываем из-за того, что безопасность, в первую очередь, да, это видимость аналогичная. И в других странах, если буранит, и человек, вот мы выезжаем на трассу, нулевая видимость, ну как здесь? Здесь мы хоть и технику там, я не знаю, сто единиц можем поставить, но бесполезно это. Это общемировая практика, которая, в принципе, как говорится, береженого бог бережет. Помимо этого, в мировой практике также существует такой момент, если по автобану вы едете, оплатили за него, то есть вы въехали, с вас, значит, ваши номера считаны, и не доехали до пункта назначения вовремя, предположительно, в среднее время, допустим, вы должны были за три часа доехать, но доехали за пять часов, то с вас эти деньги не взаимаются. То есть при выезде с счета вашего деньги не взаимаются, потому что обеспечивающий этот транспорт путь компания, она обязуется, что за три часа эта машина средней скорости доедет. Это связано с тем, что если возникли заторы на дорогах, либо плохого качества, либо там какие-то еще моменты. Давайте алгоритм действия как раз-таки платной системы мы тоже обсудим подробнее. Сейчас вот мы говорим о, хотелось бы завершить момент по этапному, да, введении платных участков. Предлагаю послушать то, что сказал как раз-таки первый руководитель профильного министерства буквально недавно о поэтапном введении платных участков дорог. Для снижения нагрузки на бюджет внедряются платные участки поэтапно. На сегодняшний день платная система введена на 3200 километрах дорог. За 11 месяцев сборы составили более 26 миллиардов тенге. В следующем году планируем внедрить платность дополнительно еще на 1200 километров. В целом, к 2029 году платная система поэтапно будет введена на 11 тысячах километрах по мере завершения работ по реконструкции. То есть, как вы сказали, в следующем году планируется, что казахстанцы 35 миллиардов оплатят за проезд. Это включая новые тоже платные участки. Но вот содержание этих дорог, которые будут платными, насколько это будет действительно, как мы говорим, безопасными, качественными? Насколько это будет самоокупаемо? Сколько будет стоить один километр в следующем году? Ну, тарифы у нас, в принципе, я бы хотел сказать, до этого я уже говорил же, вот первая техническая категория у нас мы подняли на 20% тарифы, да, это действующие тарифы, которые у нас были. А на второй, третьей категории у нас остались те же тарифы. Помимо этого, у нас ежегодно сейчас, Казахстан, вы знаете, да, это транзитное государство, у нас идет рост транзитных транспортных средств, поэтому мы основное как бы внедрение платности, это все-таки более, больше для транзитного транспорта. Вот, для наших, значит, пользователей действует в текущем году, вот с января, с 1 января у нас действуют абонентские платы. Это есть месячные и годовые абонентские платы. Ну, это хороший бонус такой тоже. Да. И на второй, третьей категории у нас легковой транспорт, он полностью освобожден. Помимо этого, на первой технической категории пользователь для легкового транспорта также имеется абонемент 1 МРП. Это 3 тысячи тенге в год. Я считаю, ну, как бы, в принципе... Ну, покроем мы, вот, мы будем оплачивать, мы будем в ответ в результате получать ту дорогу, которую хотим видеть. Конечно, если сейчас, все же мы прекрасно понимаем, если будут цены расти и на ГСМ, и на это... Соответственно, на ваших плечах будет ответственность выше, и спрос будет больше вообще из Казахтожола, и с Министерства транспорта. Да. Вот то, что вот сейчас Мухаш Залкарнаевич сказал, по расходам, да, я бы хотел вот отметить, за 21-22 годы мы потратили 7,1 миллиард тенге на приобретение техники. 160 единиц новой техники мы приобрели. Это видеоотчет тогда, чтобы мы могли действительно вот как раз депутаты в лице видеть. Да, без проблем. Мы готовы это все приобрести. Нет, просто, я просто хочу сказать, что народ должен знать, да. Это же народные деньги, которые... Естественно, это все население платит. Это не моя прихоть, да. Самое главное, вы говорите, 160 техник вы купили. Вы должны сказать, 160 техник купили. По каким участкам, по каким регионам они распределились. Потому что, когда на юге едешь, когда там снегопад, ты видишь только одну технику, которая там, условно говоря, между Алма-Атой и Тарасом там уходит. То есть это недостаточно, явно недостаточно, да, для того, чтобы обеспечить проезд техники. Поэтому я еще раз хочу повторять. Сегодня уже как бы 10 лет, да, истории платных дорог. То есть мы уже должны требовать качества. Имеем право. Да, на мой взгляд, самый основной момент нашего обсуждения, это коллега из Западно-Казахстанской области сказала, это безопасность. В первую очередь. Безопасность. Безопасность передвижения вот как раз по вот этим трассам. Если мы сейчас, значит, имеем очень большую, нехорошую статистику по смертности, а по данным МВД у нас смертность возрастает вот в части, в единомоментном, в одном ДТП, вот больше людей получают травмы, чем 5-10 лет назад. Это говорит о том, что у нас качество, само собой, плохое в каких-то местах. Машин стало больше. Не то, что машин стало больше. Машины стали старше, это первое. Во-вторых, это трассы загружены челноками, так сказать, или таксистами. Нет, это уже перевозки, да, это уже техники. Это уже не дороги, это уже перевозки. А давайте побольше грузом сейчас обратимся к еще у нас эксперту на зум-связи Арсен Шаков есть, который тоже может добавить. В части дорожной безопасности не один год вы уже работаете, представляете эти вопросы. Вам слово. Да, на самом деле, мне долго времени пытаюсь понять, почему вообще правительство и Казахстана прям ринулись на вот эти платные дороги, потому что согласно Конституции, да, никто не может быть ограничен. Я все хочу узнать, есть ли альтернатива бесплатной дороги, то есть добраться от точки А до точки Б, это же мое право выбрать платную дорогу ради безопасности или не платную дорогу, но я не говорю, что там должно быть все безопасно. Там может быть расстояние увеличится до 4 часов. Поэтому надо понимать, насколько не нарушаются права человека, когда взимается плата, потому что мы сейчас последний год. Платные дороги, платные дороги, а где бесплатные трассы, которые также соответствуют всем нормам, но при этом... Арсен, ну это практика и в других странах. Очень много стран, где есть платные дороги, и они как раз-таки очень заточены на правах человека, тем не менее приняли этот формат. Да, это первое. Второе, соответственно, низкая социальная ответственность граждан, она бы и по платным дорогам мы будем убирать, потому что мы элементарно не пристегиваем времени безопасности. А что касается бизнеса и большегруза, у меня опять же вопрос, наверное, больше Казахстана, насколько я знаю, это они, скажем так, уполномочены выявлять большегрузы с перевезом. То есть берем трассу Амуты-Харбос, платная трасса, стоят там около 10 датчиков выявления перевеза, они работают, я знаю, мне уже разговаривали, но там система штрафов ведется. Большегруз проехал, его штрафовали, большегруз проехал, его штрафовали, но кто все-таки разрешает этим большегрузом дальше уезжать? Тут вопрос, мне кажется, такой, знаете, комплексный подход. То есть платная дорога, платные дороги, рознь. Потому что, ну, я говорю, на сегодняшний момент мне непонятно по перевезу, потому что мы, потребители легковых автомобилей, платим, мы не несем большой ущерб, но при этом большегрузы там переплачивают на 200 е. Больше, к примеру, но они несут ущерб в систематическом характере. Хотелось бы отсюда получить вопрос от Калактула. Какие все-таки принимаются ограничительные меры по этим большегрузам? Не только штрафные санкции, а именно, то есть первый датчик засек, перевез груз и эту машину снять с трассы. Благодарю вас всем. Как это работает? Ну, я вот все-таки хотела, момент, все-таки платные дороги, это не наше нововведение. Мы часто смотрим, как это работает и в других странах развитых, берем положительные кейсы оттуда. Тем не менее, они как часы работают, но и дороги европейского качества, соответственно. Вот по большегрузам вопрос, какая-то вот другая мера может применяться? Вначале бы хотел добавить, тоже вот по ДТП коллеги тоже сказали, по ДТП вот на всех, у нас первые 11 участков, это автомобильные дороги, первая техническая категория с разделительной полосой, с барьерным ограждением. У нас там практически вот по этим участкам резко снизилось ДТП. Первая категория, а это что за автомобили? Нового класса? Нет, 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 первая техническая. Дорога у нас имеют несколько категорий, три категории. Они делятся четыре основные технические категории. Просто есть такой момент, что у нас автомобили. Какая категория? Это вот первая техническая категория, с шестиполосным движением. Это первая? Да, 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 самая большая, можно сказать. Алматы-Копчегай, вот шестиполосные движения. Алматы, это Астана-Тимиртау, Астана-Павлодар, это уже четырехполосные, также технической категории, как вот... Нет, просто я знаю, это 1-2 категории, да. На этих участках у нас это первая техническая категория. Сейчас для вторых и третьих будет вводиться платный тариф. Для вторых и третьих там, соответственно, и тариф на 20% ниже. Нет, почему я говорю про автомобили первой категории? Они как раз-таки будут освобождаться от платы для дорог второй и третьей категории. Нет, это техническая категория дорог. Технические, да. Это техническая категория. Но автомобили от второго до шестого класса, они как раз-таки будут... Они на второй... Что за автомобили? Это какие автомобили? Второй, шестой класс? Хорошо, я вам объясню. Первая техническая категория, это я вам сказал, 4, 5, 6. Категория дорог. Категория дорог. Там оплачивают все. Транзитные, значит, легковые, грузовые, все. Грузовые делятся у нас на 5 категорий. Вот там есть по классу, по грузоподъемности. От 2,5 тонн и выше. 2,5, 5, 5, 10, 15 и выше. От «Газели» до «Вольво» до «Манна». Вот. Легковой транспорт на второй, третьей технической категории, это двухполосным движением дороги, да. Там, значит, легковой транспорт, он полностью освобожден. Там легковой транспорт не оплачивают за оплатные дороги, за проезд. Вот их как раз хотят со следующего года уже. Нет, нет, нет. Все, наоборот, освободить. По большегрузу, значит, здесь... И вот второй вопрос у нас был от Арсена. Да, 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 да. По большегрузу, в действительности, вот это основная проблема, и основной урон, который приносит, это в основном большегруз. Я хочу добавить, я прошу прощения, что я вклиниваюсь, да. Вот смотрите. Закончите. Я не успешу. Я хочу добавить, как раз он говорит. Потому что, вот, в Министерстве транспорта, да, есть комитет по транспорту, есть комитет автомобильных дорог, есть транспортная инспекция. Все сосредоточено в одном министерстве. Комитет транспорта организовывает перевозку, комитет автомобильных дорог отвечает за содержание, ремонт дорог, а транспортная инспекция, которая должна контролировать с нарушениями грузоперевозок, да, которые там местоположенного, условно говоря, там, 15 тонн везет, 40 тонн, которые там наносят же тот же ущерб дороге, да, качество дорог. То есть это все в одних руках. Поэтому здесь больше министерство должно само организовывать работу. И потом, у нас же сегодня огромное количество транзит растет, мы же все видим, транзит растет. Ну, наверное, наступила пора транзитным перевозчикам, транзитному транспорту другой тариф использовать, да? То есть более-то дорогой, да, чтобы... Люди, которые не живут в Казахстане, скажем, да, они просто промежуточно проехали. Это наши соседи, которые пользуются там узбекскими. Для них абонентской платы нет. А вот как, да, и тем более, видите, очень много ДТП, да? Ну, в ДТП на сегодняшний день, вот сейчас, как бы, да, там же много человеческого фактора. По статистике, да, вот у нас много с большегрузами связано. Я вот до этого же ранее говорил же, что абонентская плата действует только для наших пользователей, да, вот, а соответственно, транзитный транспорт, он полностью оплачивает по нашему уже действующему тарифу все. Здесь для них никакой абонентской платы, никаких скидок. Будет ли этот вопрос прорабатываться? Ничего у нас на сегодняшний день нет. Ну, хотя бы другой тариф сделать. Ну, другой тариф, возможно, и... Да, да, потому что напрашивается уже. Да. Потому что даже по железной дороге у нас сегодня транзит растет. Чуть выше... Чуть выше тариф для транзитного транспорта, вы имеете в виду. Потому что они говорят, транзитные грузы два с половиной раза дороже, чем, как бы, наши, как бы, грузы, да? Поэтому, ну, здесь, наверное, тоже должно быть, ну, тем самым пополнять те деньги, которые нужны на содержание этих дорог. Вот, Адельбек, может быть, вы ответите. У нас говорят, как вот, знаете, человек автомобилист, я думаю, да? И как раз-таки курирующий в этой сфере вопрос. Мы говорим о том, что мы применяем европейский, там, опыт международный по платным дорогам. При этом говорим, что ниже даже, да, на порядок тариф, чем где-то в европейских странах. Но при этом... В той же России. Можно ли сравнивать уровень прожиточного минимума, например, наш и в той же европейской стране? Насколько вот, ваш взгляд, мы можем соответствовать? Я сейчас отвечу на ваш вопрос. И вот вопрос нашего коллеги, который тоже задавал вопрос. Если есть платный, значит, должен быть и бесплатный. Всегда. Это же дублер, платная дорога, это дублер бесплатной дороги. Да, ситуация... Мировая практика показала, что когда в тысячу, на тысячу человек 500 и более автомобилей, на тысячу человек, тогда уже выгодно, то есть, целесообразно строить и платную дорогу, и по соседству бесплатную. У нас в Казахстане на тысячу человек кое-как дотягивает до 200. Да, мы не густонаселенная страна. Нет, мы не то, что густонаселенная. У нас у машин мало на душу населения. То есть, по такой территории проложить инфраструктуру, это очень дорого будет стоить. Допустим, в США там 859 человек... У нас нельзя ни с Канадой сравнивать, да, здесь никак. Человек имеет автомобили из тысячи, почти все, то есть, на колесах, да, условно, на автомобилях. Теперь, ваш вопрос, можно ли так... Ну, конечно, это можно, то есть, и платный, и бесплатный, и стоимость... То есть, насколько параллель она действительно выверенная, что вот тариф у нас ниже, чем в европейских странах, ну, мы говорим, ну, и, соответственно, и жизнь сама где-то различается. Да, теперь в Европе 0,06-1 евро. Один километр пути. То есть, у них средняя стоимость в разных странах по-разному, но начиная от 0,06 до 1 евро, один километр путей, это в зависимости... За рубежом учитывается даже время перемещения, то есть, у нас такой практики нет, да, у нас учитывается что? У нас тариф складывается из габаритов, из расстояния, ну, например, день это или ночь не влияет, да, за сумму? Только вес, а по транспорту. У нас, да, один тариф получается. И расстояние. И в основном это, да, связано с расстоянием, да. Если это 200 километров, соответственно... Вот что еще ожидает наших автомобилистов? Какие еще изменения возможны, да, кроме того, что сам тариф, опираясь на эти критерии, будет меняться? Будут ли критерии дополняться? По качеству? Это придорожный сервис. У нас мы хотим... Вот другая тема же здесь. 15 миллиардов будет направляться, да, на развитие... Вот сейчас даже и процитирую. Так, так у нас... В течение ближайших шести лет правительство Казахстана собирается выделить 15 миллиардов долларов, то есть это плюс-минус 7 триллионов тенге, для того, чтобы развивать нашу инфраструктуру автодорожную, да? Это было заявлено Министерством транспорта, а вы как представитель как раз... Ну, это включая частные инвестиции, это не надо... А что включено в эту вот придорожную инфраструктуру, раз это будет тоже влиять на тариф, вот эти участки дорог? Сейчас, да, основной, вот правильно коллеги тоже сказали, вы отметили, да, основной упор тоже мы... Не только строительство дорог, да, сейчас новые дороги, которые строятся, в целом, если брать, вот, вот участки у нас даются, сейчас Караганда, Балхаш, на следующий год, дальше Балхаш, Бурбайтал, Бурбайтал, Курты и так далее, центр, юг, да, в целом качество на сегодняшний день, оно соответствует по всем требованиям, по всем нормативным требованиям, то есть всем нормам, вот. Основной сейчас мы упор, конечно, делаем на развитие придорожного сервиса. Сейчас это обеспечение, значит, вдоль наших дорог, это площадками отдыха, современными санитарными гигиеническими узлами и так далее, мы говорим. Туалеты, да, не стесняются. Теплые, да, 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 вот. Поэтому сейчас отдельно у нас есть тоже программа. Сервисы по обслуживанию автомобилей тоже, да, включены? Само собой, да, СТО, есть национальный стандарт, по которому сейчас, значит, наше министерство, комитет, уполномоченный орган, мы активно в этом направлении ведем работу. Насколько будет отличаться тариф по таким дорогам от, скажем, другой платной дороги? Оно, в принципе, отличаться не будет. Это требование, мы к этому должны. Предложение в стандарт, да, и вашу программу, которая разрабатывается, учитывая, что мир переходит. Программа есть у нас уже. Уже есть, да? Тогда необходимо, возможно, внести поправки. В соответствии всех объектов придорожного сервиса. Ну да, там от города 50 километров, там такая ситуация. Мы говорим про тариф, он будет единый? Тариф будет единый. Ну смотрите, я, например, да, живу где-то в одном регионе, где у меня нет таких, скажем, привилегий, но оплачиваю единый тариф с теми, кто ездит и может в любой момент выйти, отремонтировать машину, отдохнуть в кафе. Почему вот такая несправедливость? Нет, ну у нас первые категории автомобильных дорог, там практически на всех участках у нас площадки, имеется, да? Есть площадки, да, я вам сейчас могу сказать. Просто, ну, вы до этого как бы сами же сказали, да, что у нас территория Казахстана большая, да, вот, например, в Америке, получается, по площади, грубо говоря, там у них общая протяженность сети дорог, полтора миллиона километров. У нас всего республиканских дорог 25 тысяч километров, да, и при этом, например, тот же малый-средний бизнес, например, мы сейчас активно это с местными исполнительными органами работу ведем, да, чтобы... Не заинтересованы, да, они были? Да, они не заинтересованы в степи, например, ставить какой-то объект и так далее. В основном они просят, даже вот мы с Акиматами, о выделении земельных участков для развития придорожного сервиса, они просят возле населенных пунктов, возле инженерных сетей, например, объект строить и туда тянуть электричество или воду, или еще что-то, да, если воды не будет, электричества не будет, ну, объект не будет развиваться там. Я думаю, что вы не по адресу жалуетесь, да, вы, я думаю, что... Почему? У нас смотрят, я думаю, те, кто может их по адресу принять. Я говорю, они сами должны эти вопросы решать, придорожный сервис они должны организовывать вместе с Акиматом. Сегодня на заседании правительства тоже премьер-министр высказал замечание, да, нашим Акиматом по выделению земельных участков. Ну, на самом деле, если так смотреть, даже на юге, да, где, условно говоря, там не степь. А там хорошо развито как раз. Хорошо развито, да. Мне кажется, это не интервитет, а регион уже есть. Алмата, Тарас, Чемкент, Тарас. И что? И много у вас придорожного сервиса? Нету туалетов? Давай, не будем говорить про там шиномонтаж, там заправки. Ну, нету обыкновенных простых элементарного туалета. Человек заплатил на платной дороге, а не может там, условно говоря... А здесь нужен контроль, мне кажется. Просто люди привыкли, и их все устраивает. Да, ну, мы привлекаем, согласовываем, например, скажем, выделение отдельных земельных участков и так далее. И через Акимат, например, мы привлекаем инвесторов. Претензии уместны, но мировая практика показывает, что, допустим, от большого населённого пункта, как Алмата или Астана или другой, на расстоянии 50 километров ставится торгово-развлекательный центр, то есть объект отдыха категория 1. Далее от города 150 километров категория 2-3. То есть они делятся по категориям. То есть это просто будет АЗС на 3-4 колонки с туалетом, да? Либо это будет большой торгово-развлекательный центр и так далее. Это всё требует трафика. У нас и такого трафика нету. То есть у нас за час проезд, допустим, ну, я не знаю, небольшое количество. Сам не считал, не могу сказать. Теперь важный момент по поводу программы. Необходимо внести поправки, если их нету, относительно электромобилей. Потому что вот по автопрому мы видим, что динамика роста электротранспорта увеличивается, растёт в геометрической прогрессии ежегодно. Поэтому людям необходимы места, где они могут заправить свой электромобиль. Вот, пожалуйста, услышите нас и внесите свои поправки. Я бы сейчас хотела обратиться к Азамату. Если вы на связи, вот Западная Казахстанская область, которая тоже очень много видит, да, скажем, проезжающих большегрузов. И как раз-таки в этих местах инфраструктурных, мы говорим, кафе придорожные, часто останавливаются водители большегрузных машин. Насколько на данный момент вот в вашем регионе, мы как сейчас говорим в целом о регионах, может быть, и вот обращаясь к вам, вот какие-то пожелания. Мы говорим о том, чтобы развивать придорожную инфраструктуру. Какие-то пожелания в вашем регионе? Лаура, меня слышно сейчас, да? Да. Я вот пытался возразить оппонентам. Почему? Потому что по предыдущим разговорам, первое, увеличение платы проезда за машин других стран, мы этим шагом фактически выгоним ту оставшуюся часть проезжающих иностранных граждан, которые согласны проекту по нашим некачественным дорогам, по нашим ухабам, где отсутствует все. Мы, если здесь, как говорится, будем взимать плату в два раза дороже, скажем так, или на 20% дороже, это уже будет вверх цинизма. Это первое. Второе. Сейчас вот говорят, что дороги строятся и очень хорошо. Вы еще упомянули поселок Косталпка. После течения ситуации, ситуации, случайности, я сейчас нахожусь в поселке Косталпка. Я проехал по дороге, которую строит Казавтожол. Уважаемый представитель Казавтожола, вы не закончили еще проект, то есть дорога еще не дошла до Джанебека, но со стороны поселка Чапаева невозможно ехать. Почему? Потому что эту же дорогу разрушают ваши же машины, которые строят дорогу дальше. Понимаете? То есть здесь не вина больших грузов, как вы выразились, а вина самих строителей, которые едут с превышением. У них шахманы ездят, извините меня, если разрешено 20 тонн, они грузят 40-50 тонн. Азамат, давайте дадим время ответить как раз-таки Талгат Анзебековичу. У нас не так много времени осталось. Вот касательно проблем. Я просто хотел завершить свое мнение. Понимаете, вот по инфраструктуре в Западной Казахстанской области, но ее очень, скажем так, мало... Мы услышали, у нас просто в каждом регионе есть какие-то болевые точки. Буквально 10 секунд на ответ, и мы завершим. До, значит, Косталовки мы отремонтировали. Ремонтировали, это в течение... Чапаева? Да, от Чапаева до Косталовки. Это в течение 20 лет эти участки ремонтировались. И, значит, после завершения тех участков будут ремонтные работы проведены на этих участках. Вот что бы хотелось добавить? По шахманам я бы хотел сказать. Шахманы, я знаю, это компания Юнисерп, которая там работает, это уральская компания. Они приобрели два года назад 15-тонники шахманы с прицепами. У них нагрузка на ось не превышает. Поэтому те нормы, которые... Я думаю, работы очень много, и на Казахстанжол сегодня мы все набросились, потому что тема горячая. Нам хочется только добавить и пожелать, чтобы установлены новые тарифы действительно могли гарантировать и безопасность, и комфорт на наших дорогах. Вы смотрели ток-шоу «Итоги». Сейчас передаю слово ведущей новостей. Мульдер, Хайрлы Кеш. Кешарах, Лаура.